Мамонты Ночь прошла спокойно Никто не появился вблизи стоянки Но задиры все-таки что-то заметил Прошелся несколько раз Словно отыскивая какую-то вещь А потом подошел к костру И громко заявил Росомаха унесла Ньяна Росомаха украла Ньяна И действительно Ньян исчез Росомаха, конечно Тут была ни при чем Ньян не вернулся ни к вечеру Ни на следующий день Ни на третий Дни проходили за днями А в племени по-прежнему царил беспорядок И пожилые охотники Напрасно старались объединить Мужчин Недалеко появился табун диких лошадей Но охотники не спешили на охоту И вернулись ни с чем Потом они пожалели Что не выставили на холмах дозоры Которые вовремя могли бы Предупредить их о приближении табуна Однажды Дью Перешел лохматый носорог Но Обнаружив становище Скрылся раньше Чем охотники Успели к нему добежать Мужчины Переругались Сваливая вину друг на друга Волчьему когтю Надоело слушать их пререкания И он вместе с зайцем Отправился в дозор на холмы Космач с Укмасом Решили пойти к реке Остальные мужчины Продолжали спорить о том Куда следует идти на охоту Кто с кем пойдет И кто будет во главе Как обычно Задира и куница Над всеми насмехались Но никто не стал их останавливать Все были недовольны друг другом И никто в племени Не пользовался таким уважением Чтобы к его голосу прислушивались Всем хотелось Чтобы в племени Наконец воцарился порядок Но никто не хотел Никому подчиняться Никто никого Не хотел слушать Ясно было Что это до добра Не доведет И результаты Не заставили себя ждать Наступили холодные дни Благо Что еще люди Отъелись После удачной охоты На зубров Не то совсем Бы плохо пришлось Ньян Отсутствовал уже целую неделю И никто не знал Что случилось Со смелым охотником Может быть Волки давно уже Обглодали его кости И вдруг Совсем неожиданно Ньян появился В становище Уставший Окровавленный Едва державшийся На ногах Он шел Ведя за собой Молодую женщину Со связанными руками Сбежалось все племя Ньян привел жену Ньян привел жену Раздавались Возбужденные голоса Такого интереса И удивления Уже давно не вызывало Ни одно событие Ньян наклонился К роднику И долго пил Потом встал И не оттирая воды Стекающей с усов и бороды Развязал женщины руки Сказал при этом Только одно Труднопроизносимое слово Чекта Это было имя Новой жены Ньяна Охотники ждали От Ньяна рассказа о том Где он был И как ему удалось Заполучить жену Но Ньян Ни слова не говоря Тяжело опустился на камень То Что ему много Пришлось пережить Было видно и так Об этом Нечего было Рассказывать Но о чужой женщине О ее племени Ньян Мог бы Что-нибудь сообщить Ведь могло Случиться и так Что Ньян Украл эту женщину У кого-то Сильного племени И чужаки Теперь Могут явиться Вслед за Ньяном Чтоб потребовать Выкуп Охотники Расположились на траве Подбородок женщины Украшали черточки Шрамы Все тут же Обратили на них Внимание И поняли Что это знак племени Которому Принадлежит Чехто А какого Этого Никто не знал Так как ни разу Вестонитские охотники Не встречали людей С таким знаком Женщины С любопытством Разглядывали Прическу Это было Нечто удивительное В эстонитском Племени Волосы У женщин Были свободно Распущены По плечам И спине Самое Большее Что они себе Позволяли Это перевязать Их ремешком У чужой Волосы Были Так Замысловато Убраны Что их необходимо Было рассмотреть Поближе И женщины Не удержались От искушения Они подходили К пришельце Прикасались К ее голове Поворачивая ее Из стороны В сторону Громкими криками Выражая свое Удивление Они Выяснили Что волосы У Чехто Заплетены Во множество Маленьких косичек А те В свою очередь Связаны между собой Поперечными Ремешками Ей Ей Прищелкивали Женщины От удивления Языком Это прическа Неудобна Заявила Лентяйка Шишма Как можно Ловить шеи В такой голове Правда Правда Присоединились К ней И остальные После Некоторого Размышления С этого момента Прическа Молодой Женщины Перестала Им Нравиться Ньян Наконец Отдышался Встал И произнес Четко Мамонты 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 Эта весть Идет сюда Приближающихся Мамонтах Еще не означает Верную добычу Мамонты Могут Перейти Дью Где-нибудь В другом Месте И Наконец Мамонты Это не Зайцы И даже Не олени Охота На Мамонта Дело Трудное К ней Нужно Хорошо Подготовиться Однако Большая Часть Племени Веселилась И вела Себя Так Словно Мамонты Уже Были Пойманы После Долгого И шумного Спора Было Наконец Решено Что Несколько Охотников Отправляются На Разведку Одни Пойдут На Холм Обозревать Равнину А Другие Останутся На Месте И Будут Готовиться К Большой Охоте Во Главе Охотников Посланных На Разведку Пошел Следопыт Космач Ньян Указал Ему В каком Направлении Идут Мамонты Если Их Ничто Не задержит По дороге То Они Будут Здесь Уже Сегодня Волчий Коготь С Несколькими Охотниками Отправился На Холм Оставшиеся Становящие Мужчины Принялись Совещаться Как Лучше Организовать Работу На Подготовку Ямы Ловушек Времени Не было Оставалось Одно Напасть На Какого-нибудь Отбившегося От стада Одиночку И копьями Нанести ему Как можно Больше Ран Чтобы Мамонт Ослаб От потери Крови Если Это Удастся Охотники Оставят Добычу На Попечении Женщин И будут Дальше Преследовать Стадо Возможно Они Сумеют Убить Еще Одного Или Двух Мамонтов Надо Лишь Нападать Всем Вместе С разных Сторон Как Только Мамонт Ринется На Кого-нибудь Из Охотников Остальные Тойчас Должны Напасть На Его Стараясь Отвлечь Животное И спасти Товарищей От Верной Гибели Таков Закон Охоты Эта Охота Будет Опасной Ведь Разъяренный Мамонт Может Схватить Человека Своим Длинным Гибким Хоботом И ударить Его О землю Или Растоптать Огромными Похожими На стволы Вековых Деревьев Ногами Такие Истории Часто Вспоминают Бывалые Охотники Однако Предчувствие Опасности Только Подзадаривало Мужчин Чем Больше Опасность Тем Больше Славы Выпадает На долю Охотников В случае Удачи Совет Уже Подходил К концу Когда Сыну Мамонта Пришла В голову Великолепная Мысль Зубры В болоте Мамонты В болоте Охотникам Понравился План Сына Мамонта Они Загонят Стадо Мамонтов В болото Как Сделали Это С зубрами Гой 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 Мамонтов В болото Весело Кричали Мужчины Теперь Все Принялись Готовить К охоте Особо Прочные Острые Копья Основное Оружие Первобытного Охотника Сегодня Сегодня Их Понадобится Очень Много Мужчины Выбирали Подходящие Прямые Ветки Дуба Ясеня Или Граба Заостряли Их Концы Затем Обжигали На огне А после Всего Отбивали Камнями Задира Переходя От одной Хижины К другой Всех Паучал Заводил Разговоры О выборе Вождя И о том Что в племени Надо навести Порядок В одной Руке У него Было Сразу Три Копья А в другой Тяжелый Топор Из Грубо Обтесанного Камня Он Размахивал Им Над головой Желая Обратить На себя Внимание Посмотрите Мол Какой Я Сильный Болтливая Скрышу Голуа Лестиво Заметилось Что только Такой Силач Как Задира Может быть Достойным Вождем Племени Задира Самодовольно Ухмыльнулся Но Не Поддержал Болтовню Еще Не Пришло Его Время Вдруг Послышался Трижды Повторенных Свист Это Волочь И Коготь С холма Подавал Сигнал Мамонты Идут Будьте Готовы Большая Охота Начинается Теперь Уже Не до Споров В такой Охоте Одиночкам Не место Действовать Сообща Только Тогда Их Ждет Удача Женщины В этой Охоте Тоже Помощники Они Понесут Запасное Оружие Будут Во время Охоты Помогать Окружать Мамонта Оглушать Его Криками Нескольким Старшим Мальчикам Поручено Быть Связными Между Отдельными Группами Да и Дозорные Из них Отличные Мальчишке Если Понадобится Ничего Не стоит Взобраться На самое Высокое Дерево Уставший Ниан Спит Крепким Сном В своей Хижине Его Чек-то Тихо Сидит Перед Хижиной Ей Чуждо Волнение Охватившее Все Становище Поселок Опустел Только Две Старые Женщины Остались У костра Да Совсем Маленькие Дети Вернувшийся Из дозора Волочий Коготь Рассказал Охотникам Собравшимся На краю Поселка Что стадо Мамонтов Действительно Появилось Невдалеке Между Пологими Отрогами Гор И Дии Они Движутся Вдоль реки Их много И идут они Несколькими Группами От космача Прибежал Мальчишка Они тоже Заметили Мамонтов Теперь надо Получше Укрыться Мамонты Не должны Обнаружить Охотников Раньше Времени Они могут Свернуть В другую Сторону И тогда Прощай Добыча Велел Напомнить Старый Охотник Будто Мы сами Не знаем Что надо Делать Пробурчал Задира Пусть космач Дает советы Детям А не нам Однако Сын Мамонта Решил Не пренебрегать Советом И разбил Охотников На несколько Групп Волчий Коготь Будет Охранять Возвышенность Космач Расположится На берегу Дии И преградит Мамонтом А сын Мамонта С несколькими Охотниками Спрятавшись В зарослях Пропустит Стадо Вперед А потом Погонит Его Перед собой Прямо В болото Женщины Останутся В долине И криком Будут Пугать Животных Если они Повернут В сторону Становища Так Волки Охотятся Зимой Одобрили Охотники Действия Сына Мамонта И поспешили Разделиться На группы Только Задира Продолжал Ворчать Незачем Дробить Племя Все вместе Должны Идти На одного Мамонта Ему Никто Не ответил Стадо Мамонтов Приближалось Уже Можно было Различить Отдельных Животных А за Березовой Порослю Колыхались Волосатые Спины Второго Стада Гигантов Иногда Над деревьями Возникал Длинный Хобот Размахивающий Обломанной Веткой Светились Белые Дуги Огромных Бивней Охотники Заметно Волновались Глаза Их Блестели Руки Судорожно Сжимали Копья От напряжения У многих На лбу Выступили Капельки Пота Наконец Волчий Коготь Закаркал Воронам Это означало Что все Идет Как задумано От реки Тоже Несется Карканье Это уже Космач Остальные Спрятавшись В укрытие Ждут Сын мамонта Из укрытия Внимательно Наблюдает За каждым Шагом Животных Они Приближаются Огромный Мамонт Ведет Стадо Размахивая Хоботом Из стороны В сторону Обламывает На ходу Ветки И побеги И сует Их В рот Уши его Похожи На листья Огромных Лопухов Он хлопает Ими Отгоняя Назойливых Насекомых За ним Шествуют Остальные И скоро Узкая Тропинка Под ногами Мохнатых Гигантов Превращается В широкую Дорогу Один из Мамонтов Потерся О ствол Дерева И оно Переломилось Словно Тростинка Маленький Детеныш Сорвал С поваленного Дерева Верхушку И поволочил По земле Спокойно Шествует Стадо Мамонтов Не подозревая Об опасности Потерянная Добыча Еще минута И произойдет Схватка Но тут Сын Мамонта Замечает В задних Рядах Стада Странное Движение Чем-то Напуганные Мамонты Сходят С тропы И призывно Трубят Что могло Испугать Могучих Великанов Волки Напасть На мамонтов Не отважатся Да и Медведь Вряд ли Рискнет Связаться С целым Стадом Может быть Лев Или тигр Выбрались Из своего Логова Привлеченные Заманчивым Запахом Среди Мамонтов Поднялось Сметение Несколько Испуганных Животных Мчатся Вперед С поднятие С поднятыми Верх Хобот Обе Боковые Группы Охотников Под Предводительством Волочего Когтя И Космача Решив Что охота Началась Вышли Из укрытия И бросились На стадо Еще больше Усилив Сметение Сын Мамонта Попытался Было Направить Стадо К болоту Но ему Это не удалось Один Мамонт Пробившись Сквозь Заросли Оказался Прямо Перед Охотником Сыну Мамонта Удалось Уклониться От гибкого Хобота И он Изо всех сил Вонзил Острое Копье В пах Животного Он Не успел Даже Вытащить Копье А Мамонт Уже Помчался Дальше Сын Мамонта Ожидал Схватки С Разъяренным Животным А раненый Мамонт Бежит Словно Не замечая Тяжелой Раны Почему Чем же Так Напугана Охотники Ждали Мамонтов Чтобы Сразиться С ними Не на Жизнь А на Смерть А те Бегут Они Увидели Только Как Протискиваясь Между Двумя Деревьями Раненый Мамонт Обломил Копье Упав На колени Но Тотчас Поднялся И помчался Дальше Догоняя Стадо А следом Бегут Еще Несколько Мамонтов Топот Сотрясает Воздух С вывораченными Корнями Валятся Огромные Деревья К сыну Мамонта Подбежал Копчин В глазах Страх Удивление Отчаяние Чужие Охотники Выкрикнул Он И в изнеможении Рухнул На траву Это сообщение Подействовало На охотников Как удар Грома Как Столько Усилий Столько Надежд И все Напрасно Рассерженный Сын Мамонта Грубо схватил Мальчика И поставил Его на Нанине Что ты Говоришь Ты сам Видел Где они Копчин С трудом Пришел В себя Какие-то Охотники Их Очень Много Идут Следом За Мамонтами Да Нерадостное Известие Для Вестаницкого Племени Если Мамонтов Гонят Какие-то Чужие Охотники То Столкновение Неизбежно Племени Предстоит Сражение С Незванными Гостями Об Этому Должны Знать Все Сейчас Это Самое Главное Жган И Клух Побежали Сообщить Остальным Об опасности Сын Мамонта И еще Несколько Охотников Отправились На разведку Про Мамонтов Они уже Забыли Их Интересовало Только Одно Что Это За Племя Объявилось Вдруг На Их Земле И Какова Его Сила Внезапно Раздался Пронзительный Крик Что Это Охотники Поспешили На Крик И Наткнулись На Группу Волчьего Когтя Которая Упорно Сражалась С Раненым Мамонтом Уже Несколько Копий Торчало В теле Огромного Животного Сбешенный Мамонт Топтался На месте Обливаясь Кровью Огромным Своим Бивнем Мамонт Ранил Уже Одного Охотника И Раздавил Его Ногами Если Бы Другой Охотник Не Подбежал Сзади И Двумя Сильными Ударами Топора Не Подрезал Жилы На Задних Ногах Мамонт Грузно Осел Поднял Хобот И Открыл Рот Похожий На Жерло Вулкана Метко Брошенное Копье Погрузилось В Открытый Рот Мамонт Хоботом Тотчас Вырвал Его И Резко Вскочил Охотники Бросились В Рассыпную Ослепленный Яростью Мамонт Преследовал Обидчиков Сметая Все На Своем Пути Вон Он Сбежал На Маленький Пригорок И Остановился На Мгновение Путь Ему Преградила Группа Чужих Охотников Прежде Чем Те Приготовились К схватке Разъяренный Мамонт Двинулся На Них И Раздавил Одного Он Растоптал Бы И Всех Остальных Если Бы Они В Последний Момент Не Разбежались Мамонт Остановился Он Раскачивал Головой Из Стороны В Сторону При Этом Его Могучее Тело Содрогалось На Равнине Показались Еще Два Мамонта Самка С Детенышем Раненый Мамонт Растоптал Несколько Низких Березок И Бросился Через Лук Призыв На Трубящему Стаду Сын Мамонта И Волчий Коготь Вышли Из Укрытий И Набросились На Пришельцев Спрятавшихся В Кустах В Таких Случаях Внезапность Решает Все Незнакомцы С Одинаковыми Шрамами На Подбородках Совсем Не Ожидали Такой Встречи Видимо Они Даже Не Подозревали О Существовании Вестонитского Племени И Им Ничего Не Оставалось Как Обратиться Охотникам Радоваться Легкой Победе Прогнав Чужих Охотников Они Решили Вернуться К стаду Мамонтов И Благополучно Закончить Начатую Охоту За Нами Кричали Сын Мамонта Волочий Коготь И Клух Ободренные Успехом Теперь Стало Ясно Почему Мамонты Так Поспешно Бежали Их Преследовали Эти Пришельцы Вестонитские Охотники Не Любили Когда На их Территории Охотились Чужое Племя Никто Не Может Безнаказанно Нарушать Границы Их Охотничьи Округи Здесь Действует Закон Всеми Признанный Все Звери Могут Быть Добычей Только Живущего В этих Краях Племени Земля В границах Которые Виден Дым Племенного Костра Для каждого Чужого Охотника Табу Запрещенная Территория Чужое Племя Нарушило Этот Закон И Должно Понести Наказание Незнакомцы С шрамами На подбородках Расплатятся За свою Дерзость Громкие Крики Сопровождали Отступление Незваных Гостей И Неповоротливый Толстяк И Ленивый Окунь И Всегда Плетущийся В хвосте Неура На этот Раз Были Рядом С сыном Мамонта Волчьим Когтем И Силычом Пайдой Сегодня День Великой Победы И Удачной Охоты Гойя Гойя Но Случилось То Чего Меньше Всего Ожидали Охотники Спасавшиеся Бегством Враги Выбежав Из Редкого Лесочка На Открытое Место Где Победители Надеялись С ними Расправиться Внезапно Остановились Они Уже Не Искали Спасения Не Спешили Укрыться Они Риковали Сопровождая Крики Радости Выразительными Жестами А Вестаницкие Охотники Недавние Победители Пришли В смятение По степи Навстречу Им Двигалась Огромная Толпа Пришельцев Незнакомцы Издавали Воинственные Кличи И ринулись На противника Закон Табу Перестал Действовать Сейчас Все Решала Сила Несколько Легких Копий Упало К ногам Еще Не Пришедших В себя От удивления Охотников Крики Сменились Ревом Тех Кто Пришли И Поняв Что Вступать В схватку С таким Многочисленным Противником Было Безумием Люди Начали Беспорядочно Отступать Вестаницкие Охотники Спешили Укрыться В лесу Единственным Надежным Убежищем Здесь Можно Было Сбить Врага Со следа И Выиграть Время Сейчас Каждая Минута Промедления Означала Смерть Охваченные Отчаянием Охотники Старались Держаться Вместе Слабые Поближе К опытным И сильным Кто Заблудится В лесу Уже Никогда Не догонит Своих Соплеменников Где Найти Спасение От Неприятеля Неужели Этот Ужасный День Станет Днем Гибели Всего Племени Как Предупредить О беде Оставшихся Становищем Ведь Пришельцы Всех Перебьют И новые Хозяева Разожгут Победный Огонь На месте Племени Станут Охотиться В здешних Краях Богатых Птицей Зверьем Группа Охотников Во главе С сыном Мамонта И Укмосом Все же Пытается Сдержать Натиск Незваных Гостей Отдалить Страшную Минуту Гибели Но их Порыв Уже Не может Остановить Лавину Вскоре И им Приходится Отступать Внезапно Из зарослей Выбежал Раненый Мамонт В его Косматом Поросшем Длинной Шерстью Теле Торчало Несколько Сломанных Копий Вестаницкие Охотники Теперь уже Бежали От Косматого Чудища Пришельцы же Разгоряченные Боем Недолго Думая Бросились На Мамонта Вонзая Копья В его Огромное Тело Мамонт Потерявший Много Крови Оборонялся Слабо И сам Не нападал Занявшись Мамонтом Пришельцы Забыли Об Охотниках И этого Было Достаточно Для спасения У Дыи Ждали Космач И еще Несколько Человек Они Видели Беспорядочное Бегство Племени Но сначала Ничего Не могли Понять Потом Увидев Как Велика Опасность Они Собрали Женщины Детей На берегу Дыи И стали Ждать Единственным Спасением Было Переправиться Через реку Наконец Племя Объединилось Страх Обуял Людей Они Видели Гибель Близких Видели Как Чужие Насильники Похищали Женщин Что Ждет Их Передышка Кончилась Ветер Доносил Воинственные Крики Неприятеля Бежать Бежать Как можно Дальше Вот Когда Нужен Был Вождь Смелый И решительный Никто Не может Подсказать Людям Что Следует Делать В эти Трудные Минуты Нет Единства Нет Послушания Смятение Царит В племени Космач Сын Мамонта Волчий Коготь Наскоро Совещались Крепыш Предлагал Вернуться И захватить Хоть что-нибудь Из запасов Замолчит Искряга Отмахивался Космач От скупого Охотника Да шкурли Нам сейчас Все В воду Раздался Приказ И люди Послушно Начали Входить В реку Место Это знакомое Да и я Здесь Неглубокое Можно Перейти Вброд Однако Сегодня Как нарочно Очень Бурное Течение Оно Сбивает С ног Даже Сильных А медлить Нельзя Кто Перейдет Реку Останется Жить Воду Снова Призывает Сын Мамонта Мужчинам Говорит У меня У меня В хижине Рысья Шкура Не унимался Крепыш И волчью На зиму Космач Подтолкнул Крепыша И тот Плюхнулся В воду Сова И заяц Идут Впереди Они Показывают Дорогу И уже Почти Добрались До Противоположного Берега Женщины С маленькими Детьми На спинах Борются С потоком Ища Поддержки У мужчин Подростки Отважно Пробираются Сами А если Кого-нибудь Поток Избивает С ног Ближайший Охотник Спешит На помощь Первыми На берегу Оказались Бельчонок И Копчин Мальчики Всегда Веселые Шумные Сегодня Притихли Они Напуганы Они Слышали Как охотники Говорили Что из становищей Ничего Уже Нельзя Спасти Кто остался Там Будет Убит Пришельцы Захватят Их хижины Все запасы Шкур Оружия Они Потеряли Все Спящему Ньяну Который Остался Там Не уйти Живым Не пощадят Они Ни женщин Ни детей Но сын Мамонта И космач Торопят Тем Кто замешкался Протягивают Копья Каждый Одной Свободной Рукой Сжимает Амулет Висящий На шее Волшебная Сила Скрытая В нем Поможет Одолеть Стремительный Поток Придаст Бодрости Спасет Отпасности Переправа Через реку Прошла Благополучно Всем удалось Выбраться На берег На берегу Все поспешили Укрыться В зарослях Передохнули Немного И двинулись За космачом Указывающим Дорогу Нужно было Действовать Бесшумно Только Осторожность Могла сейчас Спасти беглецов Преследователи Еще не показались Они Вероятно Были заняты Мамонтом Люди Шли вдоль Берега Дыи Чтобы Обмануть Врага Если тот Все-таки Отправится По их следу Часть пути Беглецы Прошли По воде Но Добравшись До большого Болота Которое Протянулось Вдоль Рукава Спокойной С вратки Вышли Из воды И повернули На север Шли Мрачные Все Молчали Сегодня Они Потеряли Все У них Нет Теперь Ни шкур Ни оружия Ни кремний Все Осталось Там Трудности И невзгоды Ожидают Их Выбившиеся Из силы Женщины Умоляли Устроить Привал И Опустив Детей На землю Присели Отдохнуть Заяц И сокол Забравшись На высокий Пригорок Смотрели В сторону Дыи Багровое Солнце Опускалось В воды Могучей реки Кругом Растилалась Равнина Только На юге Вздымались В небо Гребни Гор Где-то Там Лежит Оставленное Вестонитское Становище Так и Есть Вот Белый Столб Дыма Он Явно Поднимался Над костром Их Становище Чужие Охотники Нашли Убежище В их Жилищах Разожгли Их Костер Который Не угасал Долгие Три зимы Они Убили Мамонта И теперь Весело Всех Ног Бросился Сообщить Эту Страшную Весть Племени Снова Измученные Люди Должны Были Продолжать Путь Нет Сомнения Чужое Племя Очень Многочисленна Если Они Могут Послать В погоню Такой Большой Отряд Вестонитское Племя Не может Вступить В сражение Даже С этим Отрядом Люди Слишком Устали Теперь Их Спасение Только В бегстве Ни Слабые Ни Раненые Не Должны Задерживать Кто Отстанет Погибнет Вршав И крышек Ранены В голову Узг И квач В ноги Обессиленные Они упали По дороге А люди Даже Не остановились Крепыш Толстяк И укмас Тоже Раненые Но Они Еще Держатся В ногах Идут Вместе Со всеми Стиснув Зубы И Склонив Голову Главное Не Отстать Голодные Дети Все Время Оглядываются Назад Они Еще Не Пришли В себя От Ужаса Молча Бегут Со Взрослыми Тихонько Всхлипывая И спотыкаясь О кочки И кусты Расстроенная Шкута Сняла Плачущего Ребенка Со спины И отшрепала Его Ребенок Раскричался Еще громче И охотники Зашикали На него Ведь Преследователи Могут Услышать Плач Но Голодный Ребенок Не унимался И тогда Выведенная Из себя Мать Схватила Девочку За ногу И швырнула Через кусты В болото Крик Прекратился А племя Продолжало Путь Словно Ничего И не Произошло Мать Может Делать Со Своим Ребенком Все Что Хочет Никто Не смеет Ее Упрекнуть Шкута Шкута Избавилась От Мешавшего Ей Ребенка Он Принадлежал Только Ей Нельзя Задерживаться Надо Ити Вперед Сумерки Спустившиеся На землю Спасли Беглецов От Преследования Темнота Скрыла Их Следы Отряд Преследователей Остановился Охотники Устроились На ночлег Чтобы Передохнуть И утром Вновь Продолжить Погоню Днем следы Видны Лучше По ним Они Наверняка Настигнут Беглецов Наверняка Изнемогавшие От усталости Вестаницкие Охотники Бежали Еще Часть Пути Потом Вдруг Один За другим Рухнули На землю Люди Настолько Устали Что Им Уже Было Все Равно Догонят Их Неприятель Или Нет Обессиленные Они Тут же Погрузились В тяжелый Сон Лисица Подбежала И обнюхала Спящего Бельчонка Когда Она Ткнулась Мордой В его Лицо Мальчик Только Отмахнулся И Коварная Хищница Испугавшись Убежала Ветер Шумел Молодняке Перебирая Тонкие Ветки Луна Наполовину Скрытая Тучами Слабо Освещала Спящих Уже Никогда Больше Племя Не вернется Сагдыя Сильные Побеждают Слабые Уступают Им Или Гибнут Часть Вторая В пещере В поисках Нового Пристанища На следующий день Отряд Преследователей Добрался До устья Чесавы До того места Где она Впадает В свратку Охотники Поднялись На холм Который Возвышался На левом берегу И перед ними Открылась Равнина Разделенная Холмом На две части Севера Из неоглядной Дали Течет сюда Спокойная Свратка Прямо Под холмом В самом Узком Месте Низины С востока Заворачивает Сюда Чесава И вливается В свратку Низина Между обеими Реками Вся В болотцах И озерках Конечно Вестонитское Племя Решили Преследователи Выберет Для отступления Более удобный Путь Через холмы Однако Они увидели Что беглецы Уже Переправились Через Чесаву И скрываются В зарослях За рекой Это привело Пришельцев В ярость Им не удалось Настичь Вестонитское Племя Они Не перебили Этих Трусов Как приказал Им Вождь А теперь Те бегут И у охотников Совсем нет Желания Их Преследовать Они И так Слишком Далеко Ушли От своего Племени От великой Охоты На мамонтов Ушли От огромного Костра На котором Теперь Жарилось Вкусное Пахучее Мясо Собственно Почему Они Должны Преследовать Этих Несчастных Которые Уже Не могут Помешать Им Быть Хозяевами Всего Края Вполне Достаточно И того Что Они Отогнали За реку Сперва Они Посмотрели На север Вслед Беглинцам Потом На юг Туда Где Высятся Горы А потом Друг На друга Пора Возвращаться Уговаривать Никого Не пришлось Все Хотят Одного Спуститься С холма И отправиться В обратный Путь Пусть Возь Останется Недоволен Им Здесь Тоже Делать Нечего Тем Более Что Остальные Пируют Становище К тому Же Их Поход Не так Уж И Безуспешен Одного Раненого Охотника Из Вистаницкого Племени Они Добили А из Болота Вытащили Плачущего Ребенка И Прихватили С Собою Их Племя Вырастет Его Оно В состоянии Прокормить Много Таких Сверчков Глядишь Из Этой Грязной Девчонки Вырастет Трудолюбивая Женщина Только Холмы Приостановили Паническое Бегство Вистаницкого Племени Осмотрев Самой Высокой Горы Окрестные Холмы И Равнину Растилающуюся Перед Ними Охотники Вздохнули С облегчением Даже Самые Зоркие Из них Не смогли Обнаружить Никаких Следов Преследователей Племя Устроило Привал Решено Было Задержаться Здесь На несколько Дней Чтобы Отдохнуть И Поохотиться Мальчишки Не дожидаясь Взрослых Отправились Искать Какую-нибудь Пищу Они Были Так Голодны Что Не Могли Ждать До Вечера Внизу Три Реки Сливались В одну Место Вполне Подходящее Для Охоты Посмотри Какие Здесь Рыбы Радостно Закричал Бельчонок Для Убедительности Показывая Руками Какой Они Величины Мальчики Влезли В неглубокую Реку И погнали Рыбу На Отмель Рыба Бросалась В рассыпную И Две И Три Из Них Выскочили Прямо На Прибрежный Песок Бельчонок Выбежал Из воды Схватил Довольно Крупную Рыбину Раньше Чем Та Успела Соскользнуть Обратно В воду Жадностью Вонзил Он Зубы В рыбу Успех Бельчонка Вдохновил И остальных Ребят Они Кинулись В реку И окружили Стайку Рыб Но Поймать Им удалось Только Трех Маленьких Ребешек К Общим Не Принимал Участия В общем Охоте Он Перебрался На другой Берег И Отыскал Там Среди Коряк Двух Спрятавшихся Налимов Потом Вытащил Из норы Рака Крепко Зажав Его В руке Прежде Чем Тот Успел Его Выщипнуть Свою Добычу Он Выбросил На берег Малышам А сам Съел Несколько Улиток Которых Нашел У воды Беличонок Доел Рыбу И Довольный Произнес Рыбы Здесь Много А комаров Мало Кобщем Указал Ему Рукой На Стрекоз Которые Кружились Над Прибреженным Тростником Стрекозы Это Хорошо Они Отгоняют Комаров Но Удача Оставила Ребят Рыбу Вспугнули И Она Ушла Мальчики Напрасно Ждали Что Она Вернется Тогда Кобщем Предложил Перебраться В другое Место Они Обошли Заводь Извелистой Реки И На Солнечном Лугу Между Кустами Кобщем Внезапно Остановился Все Поняли Что Он Что-то Заметил И Тоже Остановились Было Тихо Глаза Ребят Следили За Каждым Движением Вожака Кобщем Стоял Словно Окаменевший Переводя Взгляд С одного Цветка На Друг И Вдруг Сделал Прыжок Один Потом Еще Один Под его Босовой Ногой Что-то Пискнуло Мальчик Наклонился И Поднял За хвост Раздавленную Полевую Мыш Теперь Рванулся Вперед Кривляка Ему Тоже Удалось Схватить Полевую Мыш Убегавшую По узкой Тропинке Вскоре Уже Все были Заняты Охотой На Мышей Мыши Были Такие Жирные Вкусные А А в Брюшках Так Много Пахучих Корешков Такая Мышка Настоящее Лакомство Следом За мальчишками Пришли Девочки Еще Издали Они Увидели Что Те Что-то Жуют Бедные Они Были Так Голодны Что Отважились Даже Пойти Вслед За Мальчишками На Этот Раз Мальчишки Их Не Прогнали Пусть Посмотрят Эти Плаксы На Что Способны Их Братья Но Похвастаться Все-таки Не Удалось Спугнутые Полевые Мыши Попрятались В Норке И Ребята Ждали Когда Они Снова Появятся Обманутым Своих Ожиданиях Девочкам Быстро Наскучило Это Занятие И Они Ушли Громким Пофыркиванием Выражая Своё Презрение Оскорбленный Этим Бельчонок Отодрал Одну Из Насмешниц За Волосы Несколько Длинных Волосинок Осталось У него В Пальцах Внезапно Копчем Что-то Сообразив Подскочив К жабке И Держа Её Одной Рукой За Плечо Другой Вырвал Из Головы Прядь Волос Жабка Завопила Во Всё Горло Копчем Ударил Девочку По Спине Тише Ты Жабка Получишь Мыш Он Взял Из рук Бельчонка Волосы Которые Тот Ещё Не успел Стряхнуть И Добавив К ним Вырванные Ужабки Скрутил Из них Тонкий Шнурок А на Конце Сделал Большую Петлю Дай Как кусочек Обратился Он К жучку Который В это Время Сдирал С пойманной Мыши Тонкую Шкурку Не Дожидаясь Пока Жучок Сообразит Что надо Копчему Тот Выхватил У него Из рук Добычу И Оторвал Лапку Осмотрелся Вокруг И Залёг Около Норки Полевой Мыши Все Затаив Дыхание Наблюдали За ним Ведь Копчем Парень Умный И Кажется Он Придумал Новый Способ Охоты Копчем Положил Лапку Мыши Возле Самой Норки А вход Обвил Петлёю Зажав Конец Шнурка В руке Он Замер Не Прошло И Нескольких Минут Как Из Норки Высунулась Мышка Копчем Рванул Шнурок И Вскочил На Конце Шнурка Вертелся Пойманный За голову Зверёк Дети Вытрачили Глаза От Удивления Скоро Со С всех Сторон Мальчишки Выдирали У них Пряди Волос Теперь Охотились Уже Все Мальчишки Они Распластались На земле Возле Мышинных Нор Девочки Издали Понаблюдали За ними А потом Сами Принялись Плести Шнурки Из Надёрганных Волос Делать Они Это Умели Гораздо Лучше Мальчишек Ведь Почти Все Взрослые Девчонки Щеголихи И носят На бёдрах Сплетённые Из тонких Полос Кожи Шнурки Украшенные Красивыми Птичьими Перьями Собранными В лесу У некоторых Такое Украшение Висит И вокруг Шеи И они Им Особо Гордятся Вскоре Девочки Охотились Ничуть Не уступая В ловкости Мальчишкам А мышей Все Не убывало Вестанитское Племя Задержалось В этом Благодатном Краю На несколько Дней Люди Устроились В уютной В уютной Долине И понемногу Оправлялись От пережитого Набирались Сил Отдыхали Отъедались Им очень Не хватало Хижин Шкур Оружия Особо же Они горевали О потере огня Без которого Обходиться Было Очень И очень Трудно Хорошо Хоть Ночи Были Тёплые Но ведь Зима То не За горами В период Невзгода Распри Племени На время Прекратились Все Не сговариваясь Признали Опыт И осмотрительность Космича Мужество И жертвенность Сына Мамонта Преданность И силу Волчьего Когтя И только Зависть Некоторых Членов Племени Помешала Выбрать Кого-нибудь Кого-нибудь Из этих Вождём Племени А вождь Им Был Действительно Нужен Это Стало Особо Ясно В эти Тяжёлые Дни Криворог Задира И длинная Нога Уже Не делали Попыток Захватить Власть Они Поняли Что Им Этого Не Удастся Но Всё Больше Влияние Приобретал В племени Жадный Крепыш Он Постоян Ныил Переживая Потерю Богатств Оставленных В становище И твердил Что племя Должно Добиться Прежнего Богатства Крепыш Был Неплохим Охотником Что Правда То Правда А когда Он Повёл Отряд И им Удалось Заманить В ловушку Стадо Кабанов Крепыш Был Молча Признан Вождём Любому Кто попытался Сказать Или сделать Что-либо Против него Точно Затыкали Рот Все Кому Надоели Бесконечные Распри И кто Радовался Что В племени Хоть на Время Установился Порядок Единое Мнение Мужчин Это Закон Обязательный Для всех Тот Кто Не признаёт Его Должен Покинуть Племя А это Всё равно Что Осуждение На смерть Ибо Один Человек Слишком Слаб Он Неизбежно Погибнет Крепыш Управлял Племенем Рассудительной Хорошо В общем Был Вполне Подходящим Вождём Он Следил Чтобы Охотники Не забывали Охотиться Чтобы Не ссорились По пустякам И добычу Делили Справедливо Правда При этом Самые лучшие Куски Он всегда Забирал Себе Каждый День Охотники Уходили В лес И почти Никогда Не возвращались С пустыми Руками Несколько Волчьих И листьев Шкур Уже Было Приготовлено Для Детей И хотя Это были Летние Шкуры В дождливые Дни И они Могли Пригодиться Однажды Охотники Заметили Табун Лошадей И быстро Настигли Его Это Была Желанная Добыча Но и Такая Казалось бы Простая Охота Не обошлась Без потерь И долго Ещё Этот день С горечью Вспоминали В племени Едва Охотники Разбились На группы И приготовились К нападению Как из тростника Выбежал Спугнутый Именно сорок Огромное Мохнатое чудовище С двумя Острыми рогами На носу Подняло Голову И Увидев Людей Вылетело Из болота Далеко Разбрызгивая Грязь Предупреждая Друг друга Криками Об опасности Охотники Собрались Все вместе Чтобы Отразить Нападение Однако Носорок Тоже Не терял Времени Наклонив Голову К земле И угрожающий Неся Впереди Себя Огромный Острый Рог Он Промчался Со скоростью Неожиданной Для такого Громоздкого Животного И вспорол Живот Одному Из охотников Несчастный Закричал И рухнул На землю Обливаясь Кровью А Носорок Уже Выбрал Себе Другую Жертву Охотнику Вернулся От страшного Рога Но разъяренное Животное Сбило его С ног И растоптало Бы Если бы Не волчий Коготь Который В этот момент Всадил Копье В спину За рога Рана Еще больше Разъярила Звеля Он метался Из стороны В сторону Гнался За каждым Человеком Охотники Сломя голову Спасались От свирепого Чудовища Их оружие Не могло Одолеть Толстокожего Великана Сын Мамонта Волчий Коготь Сова И заяц Ловко Уклонялись От Сбешенного Животного Но даже Эти смельчаки Дальше Не могли Подвергать Свой Жизнь Опасности И вынуждены Были Бежать Наконец Носорок Замер Перед кустарником В котором Скрывалось Двое Мужчин Он Моргал Маленькими Глазками И злобно Фыркал Незаметно Подкрашившиеся Сзади Охотники По сигналу Разом Садили Свои копья В тело Животного Одно Копье Его только Оцарапало Второе Вошло Вбок А третье Вбрюхо Однако Носорок С удивительным Проворством Повернулся И бросился На смельчаков Хромой Пайда Не успел Отскочить И в следующее Мгновение Носорок Подмял Его под себя Сын мамонта Лишившись Копья Оно застряло В теле Носорога Бросился Наутек Но Завидев Несчастного Пайду Обливавшегося Кровью Остановился Схватив Большой камень Сын мамонта Бросил его В животное И угодил Ему В голову Еще Двое Охотников Пришедшие На помощь Попытались Отвлечь Носорога От лежащего На земле Пайды Подбежал И старый Космач С остальными Охотниками Они Кольцом Окружили Носорога Но Одолеть Его Своим Слабым Оружием Были Не в состоянии Раны Раны Сильнее Разъярили Животное Еще Несколько Охотников Получили Серьезные Увечья Крепыша Он Загнал В колючий Кустарник Отважный Сын Мамонта Разбил Себе Голову Налетев На дерево Схватка Была Явно Не в пользу Людей И Крепыш Придя В себя Подал Сигнал К отступлению Двое Охотников Подняли Потерявшего Сознания Пайду С ними Двинулись Путь И другие Раненые К счастью Они могли Передвигаться Сосами Оставшиеся Еще Некоторое Время Отвлекали Раненого Носорога Уводя Его В сторону Они Скрылись Раньше Чем Опомнившееся Животное Снова Ринулось В бой Носорога Потерявшего Из виду Своих Врагов Охватило Бешенство Злобно Принялся Он Топтать Кустарник Рогом Землю Разбрасывая Комья Земли Потом Он Плюхнулся В воду И долго Еще Чавкал Охлаждая Раны Охотники Отводили И относили Обесиливших Раненых В безопасное Место Возвращение Их Было Печальным Они Столько Надежд Возлагали На эту Охоту Женщины Встретили Их Криками Ужаса Увидев Бедного Пайду Они Жалобно Запричитали Когда Жихмурые Охотники Что молодой Клух Уже Никогда Не вернется К ним Одна Из женщин Без чувств Опустилась На землю Неудача За неудачей Свалились На Вестанитское Племя На другой День Отыскали Труп Несчастного Клуха И похоронили Его Недалеко От места Гибели Между Горой И излученной Светавы Похоронили Вместе С ожерельем Несколько Сотен Ракушек И Костяных Колечек Нанизанных На тонкий Ремешок Прежде чем Могила была Засыпана Заплаканная Подруга Клуха Положила Рядом С телом Погибшего Куклу Когда-то Вырезанную Им Из Костя Мамонта Женщина Постоянно Носила Куклу Амулет В мешочке На поясе И никогда С ней Не расставалась Она верила Что с помощью Этого Амулета У нее Когда-нибудь Родится Веселый Мальчишка Теперь Плача Опустила Она В могилу Амулет Навсегда Прощаясь Со своими Надеждами Раненые Охотники Выздоровели Удивительно Быстро Их рано Зажили Оставив На теле Смельчаков Только Большие Шрамы Скоро Охотники Поняли Что Оставаться В этих Краях Не имело Смысла Охота Все чаще И чаще Была Неудачной Коней Уже Больше Не встречали А олени Охотники Вообще Ни разу Не видели И было Решено Пробираться Дальше По берегу Против течения Реки В холмистые Поросшие Лесом Края Люди Снялись С места И пустились В путь Вдоль берега Реки Какая Это была Река Им Было Все равно Любая Должна Привезти К горе Это Они Знали А на Горе В лесу Можно Укрыться От Надоедливых Комаров Путь Был Нелегким Река Шумным Потоком Бежала Среди Скалистых Берегов И Людям Не раз Приходилось Обходить Крутые Склоны Однажды На глазах Дальше Были Сухие Галыши Целая Маленькая Река Исчезла С губ Их Срывались Слова Удивления А в В это В это Время Дети Разбрелись По Кустам Собирая Малину Внезапно Раздался Крик Копчем Пещера И Прежде чем Взрослые Охотники Успели Остановить Ребят Несколько Любопытных Уже Забрались Внутрь Оглашая Своды Подземелья Громкими Криками Сын Мамонта Волочь И Коготь Заяц И Другие Охотники Тотчас Принялись Осматривать Найденную Пещеру Пещера Вполне Подходит Для Жилья Решили Они Дети Попытались Пойти Дальше Но Тьма И Холод Остановили Их Пещера Переходила В коридор Который Сворачивал В сторону И терялся Где-то Во тьме В передней Светлой части Она была Большая Просторная А дальше За поворотом Резко Сужалась Даже Став На четвереньке Охотники Ударялись Головами О каменные Сосульки Свисавшие С потолков Или колоннами Поднимавшиеся С земли Им было Неудобно Ползать В темноте И они Заторопились К выходу Где можно Было Стоять Свободно Приятный Сквозняк Обдувавший Собравшихся В пещере Свидетельствовал О том Что она Соединена С какими-то Другими Подземными Пещерами К общем Уселся На скалистый Выступ У входа Раздумывая Куда Исчез Его друг Бельчонок Он не знал Что тот Прячется В кустарнике Совсем рядом Но Через минуту Из кустов Раздался Свист Молодой Сикорки А из Листвы Высунулась Голова С губами Сложенными Трубочкой К общем Улыбнулся Приятелю Как бы Говоря Я ведь Знал Что ты Где-то Недалеко Потом Подмигнул Многозначительно Подумай Только А ведь Эту пещеру Нашел я И здесь Мы Пожалуй Обоснуемся По лицам Охотников Выходящих Из пещеры Было видно Что здесь Им очень Понравилось Дети Раскрыв Рты Ждали Что скажет Возь племени Уже И женщины С детьми Побывали там В передней части Спокойно Разместится Племя А если Некоторые Расположатся В узком Коридоре Место Будет С избытком Пещера Наша Важно Произнес Крепыш Здесь Перезимуем Мальчишки Радостными Криками Встретили Это решение И тотчас Принялись Помогать Женщинам Устраиваться Охотники Встретили Слова Крепыша Довольным Ворчанием Пещера В скале Была удобной Здесь Они найдут Прибежище На время Долгой Зимы Жаль Только Что у них Нет Огня Тогда Устроив Очаг Они Осветили И обогрели Всю пещеру Да Собственно И так Им будет Здесь Неплохо Лучше Чем Где-нибудь На морозе Занесенном Снегом Кустарнике Женщины Вечерой Вырос Вереском Порос А выше Белела Ромашка То тут То там Поднимались Березы Дубы Сосны Ветер Колыхал Их Вершины Вестонидская Племя Обрело Новое Пристанище Ветер